Уважаемые братья, старейшины, сёстры, мир вам и милость Аллаху. Сегодня я хотел бы поговорить об одном из самых великих путешествий в истории Ислама. И это путешествие Умара ибн Аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах, который направился в Иерусалим, чтобы забрать ключи у патриарха. Давайте обратим внимание на то, что говорит Всевышний Аллах. И вы не найдете изменения в примерах и в том, как Всевышний все устроил. Аллах отдает предпочтение одним вещам над другими. Аллах создал всех людей. Затем среди людей Аллах выбрал пророков мир им, с подвижников да будет доволен всеми имя Аллах. Таким образом, Аллах дает предпочтение определенным вещам над другими, хотя Он и есть Создатель всего сущего. Точно так же Аллах создал время и место. Но есть определенные времена, которые более ценные, чем остальные. Как сегодня, пятничный день, являющийся самым лучшим днем недели. Аллах создал ночи, но последние десять дней месяца Рамадан являются самыми священными ночами. Аллах Свят Он и Велик создал дни, но первые десять дней месяца Аддул-Хиджа – самые священные дни, а день Арафа – лучше, чем все остальные дни. И точно так же Аллах Свят Он и Велик создает время, часы, минуты, секунды. В пятничный день существует такой час, минута, секунда или такой период, в котором мольба принимается с большей вероятностью, чем в другие времена. Аллах Свят Он и Велик упоминает о той части ночи, когда Его милость снисходит на самое низкое небо, чтобы спросить своих рабов о том, чего они желают. Хотя Аллах и есть создатели времени и места, но Он установил определенное время, которое лучше, чем другие времена. К примеру, Аллах создал землю, но есть такие части на этой земле, которые лучше, чем другие места. Самое священное – Мекка, Харам – самая священная территория. И что интересно, с тех пор, как мусульмане вошли и овладели Меккой, она бесспорно находится в руках мусульман. Мадина – второе священное место. С тех пор, как мусульмане вошли в Медину и создали там Конституцию, этот город вот уже на протяжении последних четырнадцати столетий неоспоримо находится в руках мусульман. Далее мы переходим к третьей святыне для уверовавших. Нет на земле места, которое бы оспаривалось так, как город Иерусалим. Иудеи, христиане, мусульмане – все без исключения относят себя к нему. Нет на земле более оспариваемого места, чем это. Чтобы понять суть сегодняшнего конфликта, нам нужно заглянуть в историю. Здесь нет ничего нового. Самыми долгими войнами в истории человечества были крестовые походы. Крестовые походы существовали на протяжении двухсот лет. Вы знаете, сколько христиан погибло во время крестовых походов? Шесть миллионов христиан погибло во время крестовых походов. Большинство из этих людей были те, кто жили здесь, на западе, и отправились отсюда, прямо на восток, без самолетов, без кораблей. Все ходили пешком. Шесть миллионов христиан погибло в крестовых походах, являющиеся самыми долгими битвами в истории человечества, согласно соответствующим записям. У нас был Салахуддин, да смилуются над ним Аллах, король, который больше оставался в своем шатре, чем в своем дворце. И он освободил мечеть Алякса, он освободил Иерусалим. И спустя 80 лет, всего лишь 80 лет после смерти Салахуддина, его же собственная семья, Аюбиты, Юсуф и Наср, заключили сделку с крестьянами, сказав им о том, что мы отдадим вам Иерусалим обратно, при одном условии, и это сразу через 80 лет после смерти Салахуддина, при одном условии, что вы поможете нам воевать с мамлюками в Египте, и мы отдадим вам весь Иерусалим со всем, что в нем есть. 80 лет. Монголы, вы знаете историю монголов? Они опустошили исламский мир. И даже монголы заключали сделки с крестьянами, говоря, если вы поможете нам победить мусульман, мы отдадим вам Иерусалим. Что для вас значит год 1492? В 1492 году мусульмане потеряли контроль над Гранадой, их последний пункт в Андалусии. 1492 год, спустя 8 веков правления мусульман, им пришлось отдать ключи от прекрасного дворца Аль-Гамбра в Гранаде. Хотя в прошлом мусульмане Андалусии установили одно из самых мощных исламских государств на земле. А вы знаете, когда Абу Абдулла вручил ключи от города королеве Изабелле и Фердинанду? Вы знаете, кто был там в 1491 году? Спустя 8 веков после правления. Там был Христофор Колумб. В конце 1492 года Христофор Колумб достиг берегов Америки с помощью моряков, мусульман и иудеев. А на следующий год, в 1493 году, Христофор Колумб написал письмо Изабелле и Фердинанду, говоря, дайте мне 5 лет, и я вам доставлю армию, которая будет включать пехоту из 50 тысяч человек, и 5 тысяч кавалеристов, с одной лишь целью. Будучи в Америке, он пишет это письмо испанской королеве лишь с одной целью, и он рассказал об этой цели, с тем, чтобы освободить Иерусалим. Даже у Христофора Колумба были виды на Иерусалим. Вы слышали когда-нибудь о человеке по имени Имам Шамиль? Он известен как Салахуддин Кавказа. Почему он известен как Салахуддин Кавказа? Потому что царь Николай, правитель царской России, самый влиятельный царь того времени, хотел забрать Кавказ для того, чтобы добраться до Иерусалима. Но проблема заключалась в том, что для начала ему нужно было пройти через Кавказ. И свыше 20 лет Имам Шамиль, рахимахуллах, воевал с ним. И царь не смог добраться до Иерусалима. Вот почему Имам Шамиль, рахимахуллах, вошел в историю как Салахуддин Кавказа. Есть и много других случаев. Приведенные примера, лишь малая часть истории тех, кто желал править Иерусалимом. Если вы поймете этот момент, то вам будет понятен контекст событий, которые происходят сегодня. Этот город, самый оспариваемый город на Земле. И порой, когда смотришь на то, что происходит там, многие мусульмане думают, неужели его никогда не освободят? Они теряют надежду. Знаете, Салахуддин, рахимахуллах, освободил Иерусалим спустя 80 лет. Сегодня этот город не свободен более 60 лет. Но верующие всегда должны помнить о том, что на все, что происходит, есть воля Всевышнего. И нет тому лучшего примера, чем жизнь пророка, алей-иссаляту вассалям. А теперь представьте следующее. При жизни пророка, имеется самая большая армия, которая когда-либо существовала, и она начала наступление на Медину. Никогда не было такой армии. Она насчитывала 11 тысяч человек. А мусульман было всего 3 тысячи человек, из которых одна тысяча, это были лицемеры, и две тысячи истинно верующих. Существовало два пути захвата Медины. Можно было войти с переднего фланга, либо с тыла. Но тыл города прикрывали представители Бану Хурайра, племя, с которым у мусульман был договор. А по бокам город был недоступен, поскольку Медина окружена горами. И Салман Аль-Фарисей, будучи родом из Персии, приходит к пророку Али-Иссаляту Вассалям и говорит, «О посланник Аллаха, когда у нас в Персии возникали подобного рода ситуации, и мы не могли противостоять армии, то мы делали следующее. Мы рыли траншеи. Ты прикажи сподвижникам рыть траншеи». Представьте, это было время середины зимы. Мусульмане голодали, не ели сутками. Сподвижники пришли к пророку Али-Иссаляту Вассалям, говоря, «О посланник Аллаха, мы голодны, и нам приходится привязывать камень к животу с тем, чтобы одежда не падала с нас». И в этот момент пророк Али-Иссаляту Вассалям снимает с себя поезд, а у него, оказывается, было два камня, привязанных к животу. Затем они начинают рыть траншеи, и в земле оказывается огромный камень, который никак им не поддается. Они не могут разбить его. Они приходят к пророку Али-Иссаляту Вассалям и говорят, «О посланник Аллаха, мы не можем разбить этот большой камень». А пророку Саллиллау Али-Иссалям на тот момент было более 50 лет. Среди сподвижников были молодые, крепкие люди, но ни один из них не смог разбить этот камень. И пророк Али-Иссаляту Вассалям, к животу которого было привязано два камня, идет посмотреть, в чем дело. Он берет кирку и ударяет ею. Выходит огромная искра, и он говорит, «Аллаху Акбар». Затем он ударяет о камень, выходит другая огромная искра, и он говорит, «Аллаху Акбар». Затем он ударяет киркой в третий раз, и еще одна огромная искра. И посланник Аллаха Али-Иссаляту Вассалям говорит, «Аллаху Акбар». Сподвижники начали спрашивать пророка, саллиллаху алейху ассалям, «Почему ты говоришь Аллаху Акбар? Мы не видели прежде ничего подобного. Что это были за искры?» На что пророк, саллиллаху алейху ассалям, ответил, «Всевышний Аллах показал мне первой искрой, что наступит тот день, когда мы овладеем дворцами Йемена, а второй искрой, Всевышний Аллах показал мне, что наступит тот день, когда мы овладеем дворцами Византии, это была империя от Стамбула до Восточной Европы, то есть Шам, огромная территория современного Ливана, Палестины, Иордании, Сирии и другие места. Они правили всей этой территорией. И пророк, саллиллаху ассалям, сказал, «Всевышний Аллах показал мне, что однажды мы будем править во дворцах Шама, а когда появилась третья искра, Всевышний Аллах показал мне, что наступит тот день, когда мы овладеем белым дворцом сверхдержавы того времени, Персией». Итак, представьте себе, на Медину надвигается огромная армия, на земле не было большей армии, чем это. Абу Суфьян, который на тот момент командовал этой армией, был уверен, что это будет финальная битва, и они победят мусульман. Но мусульмане построили огромный ров. Несмотря на отсутствие еды, на то, что это была середина зимы, и в этот момент пророк, алей-иссаляту ассалям, говорит с подвижником о том, что они будут владеть всеми этими территориями, конечно, у лицемеров появился повод, они тут же начали насмехаться. Посмотрите на него. Он обещал людям, что мусульмане будут править сверхдержавами и станут правителями мощных государств. Но прошло каких-то 10 лет, и те же самые мусульмане, которые в прошлом страдали от голода, стали во главе мощных империй того времени. Их государство стало сверхдержавой. Этот пример показывает нам, что никогда не следует отчаиваться. Если у вас есть надежда на милость Аллаха, то у вас есть все. Если вы теряете надежду на милость Аллаха, вы теряете все. Помните слова пророка, алей-иссаляту ассалям, когда он сказал, «Придет тот день, когда вы будете править во дворцах Шама». А мечеть Алякса – это территория Шама. И в тот мрачный момент пророк, саллиллаху алей-иссалям, пообещал мусульманам, что им будет принадлежать Иерусалим. Позвольте я расскажу еще один интересный случай из жизни пророка, алей-иссаляту ассалям. Имам Бухари упоминает этот случай в книге «Китаб-ль-Иман». И это очень длинный хадис. Лидером византийцев был император Ираклий. Это была территория Восточной Европы. Ираклий прибыл в Иерусалим в рамках паломничества. Это был особый момент, поскольку Гераклиус только что одержал победу в бою, и он был в прекрасном настроении. Он привез с собой животворящий крест, значимый символ в крестьянстве, с целью оставить его в Иерусалиме. Таково было его намерение на это паломничество. Имам Бухари рассказывает о том, как однажды император Ираклий увидел сон. Он был астрологом, как будто он видит с помощью звезд о том, что наступит день, когда придет группа людей, и захватит эту землю. Он проснулся с чувством смятения. Когда его спросили, в чем дело, он ответил, «Я видел вот такой сон, и после этого не смог больше уснуть». Он не расчесывал свои волосы и стал выглядеть неряшливо. И он сказал, «Одним из признаков тех людей будет то, что у них будет обрезание». И мы ответили, «Мы знаем лишь об одной группе таких людей, это иудеи. Так что не переживай, мы легко с ними справимся. Иудеев не так много». В этот момент пророк, алей-иссаляту вассалям, начал писать письма правителям разных государств и призывал их к исламу. И император Ираклий тоже получает письмо от пророка, алей-иссаляту вассалям, с приглашением принять ислам. Он спрашивает, «Кто этот человек?» Ему отвечают, «Это человек, проживающий на Аравийском полуострове». И он объявил себя пророком. Император Ираклий был заинтригован и спросил, «Узнайте, есть ли кто-либо из этих людей в Иерусалиме». В этот момент по воле Всевышнего в Иерусалиме находился Абу-Суфьян. Абу-Суфьян был лидером Курайшитов. И в абсолютно каждой битве против мусульман он находился во главе армии, то есть руководил войсками. За исключением одной битвы, в битве при Бадре. Он не руководил тогда армией, потому что в этот момент он возглавлял караван, который мусульмане стремились перехватить. Поэтому он не мог командовать войсками, но руководил всеми остальными битвами. Итак, император Ираклий приказал проверить, какие караваны находились в тот момент там, и спросил, кто в караване был самый близкий к человеку по имени Мухаммад. И Абу-Суфьян сказал, «Я самый близкий». Император Ираклий сказал, «Выходи и расскажи перед всеми, кто такой Мухаммад». На что Абу-Суфьян ответил, «Если бы я не опасался, что меня назовут лжецом, я бы солгал относительно Мухаммада. Вот насколько сильно в нем была ненависть к пророку Али-Иссаляту-Ассалям». Император Ираклий начал задавать Абу-Суфьяну вопросы, «Какой семье принадлежит Мухаммад?» Тот отвечает, «Он принадлежит к очень благородной семье». Император продолжил, «Скажи, а был ли кто-то из его предков, кто называл себя правителем?» Тот отвечает, «Нет». «А был ли кто-либо из его предков, кто называл себя пророком?» Тот отвечает, «Нет». Ираклий говорит, «Я хочу спросить тебя, кто те люди, которые следуют за ним?» «Благородные, состоятельные или простой народ, бедняки?» Тот отвечает, «Простой народ». Ираклий продолжает, «Скажи, число его последователей увеличивается или уменьшается?» Тот говорит, «Их число увеличивается». Император спрашивает, «А были случаи, когда те, кто принимал ислам, оставляли эту веру?» Тот отвечает, «Нет, таких случаев не было». Следующий вопрос был, «Лагал ли Мухаммад до пророчества?» Тот отвечает, «Нет». «Скажи, нарушал ли он клятву до пророчества?» Абу Суфьян отвечает, «Нет». Но здесь я должен сказать, что после Худайбийского договора, я полагаю, он не нарушил клятву, поскольку мы были связаны договором. Но, возможно, он мог нарушить обещание сейчас. Ираклик спросил, «У вас ведутся войны?» Он отвечает, «Да, ведутся». «А кто побеждает в этих битвах?» Абу Суфьян отвечает, «Ситуация такова, что иногда мы одерживаем верх, иногда они». И это нормально, потому что если бы мусульмане побеждали каждый день, то все стали бы мусульманами. И он сказал, «Один день наш, другой день их». Ираклик спрашивает, «А к чему он вас призывает?» Абу Суфьян говорит, «Он призывает нас поклоняться одному лишь Всевышнему Аллаху и никого не предавать Ему в сотоварищи». Он повелевает нам совершать намаз, он призывает оставить религию наших предков, он говорит, что мы должны быть щедрыми и добрыми по отношению к своим соседям. Тогда Ираклик обратился к переводчику и говорит, «Переведи ему мои слова. Когда я спросил тебя, из какой семьи, Мухаммад, ты ответил, что он из благородной семьи. Так вот, все пророки были из благородных семей. Я также спросил тебя, говорил ли кто-либо из его предков, что он король или пророк? Ты ответил, «Нет». Можно было бы допустить, что если кто-то из его предков был бы пророком, то он сказал бы о себе, «Я тоже пророк». И он утверждал бы то, что говорили его предки, желая быть пророком или королем, как его предки. Но ты сказал, что такого нет. Я спросил тебя, «Кто те люди, которые следуют за ним?» Ты ответил, «За ним следует бедный, простой народ». И послушайте, что он сказал. «За каждым из пророков следовал простой народ». Богатые не интересуются этим. Им и так хорошо. За пророками всегда следовали бедные люди. И обратите внимание, что большинство из окружения пророка, алейиссаляту ассалям, это были люди, которые пострадали от курайшитов. Или это были рабы. Вот какие были люди там. Ираклий продолжил, «Я спросил тебя, увеличивается или уменьшается число его последователей?» Ты ответил, что их число увеличивается. Так вот, это признак веры. Я также спросил тебя, «Покинул ли кто-то эту религию после того, как принял ее?» Ты ответил, что «Нет, такого не было». Это означает сладость веры. И тот, кто вкусил эту сладость, уже не сможет отказаться от нее. Я спросил тебя, «Лгал или нарушал этот человек свое обещание до получения пророчества?» Ты ответил, что «Нет». Я хочу спросить тебя, «Если он не лгал людям, то разве солгал бы он относительно Всевышнего?» Я спросил тебя о войнах. Ты сказал, «Иногда побеждаем мы, иногда они». И это нормально, так бывает. Я спросил тебя, «К чему он вас призывает?» Ты ответил, что он призывает вас к добру. Каждый пророк приходил с таким же призывом, «Поклоняйтесь одному Господу и не предавайте Ему сотоварища, совершайте намаз, будьте милосердны» и так далее. И затем Ираклий говорит, «Клянусь Господом, ты сказал правду. И я хочу сказать тебе, что наступит тот день, когда Мухаммад придет и завоюет то место, на котором я сейчас стою». Абу Суфьян был ошеломлен. И эта история достоверна. Ее приводит имам Бухари в книге «Хитабуль Иман». Абу Суфьян сказал, «Даже лидер Бани Асуа, так арабы назвали восточных европейцев, был впечатлен личностью человека по имени Мухаммад, алейиссалату вассалям». Так вот, все эти события происходили при жизни пророка, саллиллаху алейиссалям. Посланник Аллаха, алейиссалату вассалям, сказал, «Первый признак судного дня это моя смерть». Второй признак это завоевание Мазджуду-л-Акса. Иншаллах, более подробно мы расскажем в следующей части этой лекции. Обратите внимание на следующие слова пророка, алейиссалату вассалям. «Совершите два ракета намаза в Мазджуду-л-Акса. Если вы не можете там совершить намаз, то отправьте масло, которое можно зажечь в лампе». «Совершите два ракета намаза в Мазджуду-л-Акса. Если вы не можете там совершить намаз, то отправьте масло, которое можно зажечь в лампе». Это очень интересно. Я скажу вам, почему это так интересно. Потому что мусульманам не удалось завоевать Иерусалим при жизни пророка, алейиссалату вассалям. Но он сказал, что наступит день, когда мусульмане войдут в Мазджуду-л-Акса. А что означают его слова «отправьте масло для лампы»? Иншаллах, в следующей лекции я расскажу продолжение этой истории и того, что касается Мазджуду-л-Акса. Да возвысит Всевышний Аллах наших братьев и сестер, которые защищают третью святыню исламы. Да поможет Всевышний освободить Мазджуду-л-Акса. Да создать Всевышний в нашей уме людей, подобных Салахуддину. Баракалла вам за внимание.